Девушка работает врачом в Сунжинской больнице. Судьба так сложилась, что в свой счастливый день Мадина оказалась в той самой школе, где учился и выпустился ее жених. Поэтому 2 апреля 2017 года для невесты день исторический вдвойне. Она не только вступила в новую жизнь для себя, но и внесла свой вклад в будущее своего города. Девушки отдыхают. Поэтому от выбора жителей Сунжа зависит очень многое. Власти должны быть люди, которые действительно будут сегодня работать, работоспособные, молодые, энергичные, болеющие душой за свой город. И поэтому так хочется, чтобы действительно вошли число таких депутатов наших городского округа достойные и достойнейшие. Выборы проходят по пропорциональной системе. На 21 депутатский мандат представительного органа самого молодого города республики претендует 51 кандидат. За них борются представители четырех парламентских партий. Больше всего претендентов на депутатские кресла Сунжинского горсовета у «Единой России» 25 кандидатов. Затем у ЛДПР 14 человек, 12 кандидатов у «Справедливой России» и всего шесть у КПРФ. В каждом избирательном участке следят за порядком голосования наблюдатели и председатели УИК. Участок открылся вовремя. 8.00 открылся. 8.00 закроем. До 14 принимаем заявление для голосования на дому. Пока что поступило только одно заявление на дому голосовать. Люди сами проходят. Поэтому считаю, что выбор будет так неплохо. Для всех тех, кто не смог посетить избирательный участок самостоятельно, предоставляется возможность проголосовать на дому. Для этого нужно лишь заранее написать заявление кому-то из родственников. Так представители 112-го избирательного участка вместе с переносным ящиком для бюллетеней направились к Элберду Евкурову. Полному энергии коренному жителю Сунжи 107 лет. Это самый пожилой голосующий. Хотя, по общему мнению, горожан Элберт не самый пожилой, а самый мудрый. Когда-то и он был народным избранником. Бембулат Богатырев, в прошлом политический деятель. Он участвовал в разработке и принятии федеральных законов о реабилитации репрессированных народов и об образовании ингушетии в составе России. Автор нескольких книг имеет знак почета и ингушский орден за заслуги. Народный депутат, стоявший у истоков образования ингушетии, теперь сделал свой выбор и опустив бюллетен в ящик, так же, как и 25 лет назад он в некотором роде стоит у истоков образования нового города. Я родился в Суринском районе. Суринский район – это мой родной район. И от того, как будут проведены выборы на территории района, в частности населенных пунктов, во многом будет зависеть правильный подход ингушетии к судьбе этого района. В каждом избирательном участке должны проголосовать более 2000 избирателей. Всего в Сунже должны поставить галочку в бюллетенях около 19 тысяч жителей. Руклет Махлоева голосует в избирательном участке, который находится в Сунжинском доме культуры. В честь важных событий своего родного города женщина написала стихотворение. Отрывок зачитаю. Один из пяти городов, жемчужин ингушского края, прославленных к чести сынов и искусств к истории края. Наш город, если будет строиться, и задействованы первые соцсетки депутатов, которые очень положительно отзываются, народ, население. И думается, что много будет позитивных преобразований. На депутатов, избранных в Горсовет Сунжи, ляжет большая ответственность. Они должны будут проделать большую работу по развитию и становлению пятого города республики. Ведь Сунжи делает первые шаги в качестве нового статуса. Залина Могушкова, Адам Далаков, Новости 24.